Спасибо. Как всегда, вы знаете, я не буду говорить общие слова по поводу того, какие у нас полезные ссылки. Загляните в самое начало чата и надеюсь, что эти ссылки вам пригодятся. Хочу только привести ссылки на следующие наши два вебинара. Так, сейчас я себе поставлю красный цвет. Вот эти ссылки. Завтра состоится наш вебинар, который будет посвящен вопросам философии и методологии науки. И будет называться «Научная истина. Определяется большинством голосов». Вести ее будет Александр Сергеев, член комиссии РАН по борьбе с оружием наукой. Ну и следующий наш вебинар после завтрашнего состоится после всех майских праздников 10 числа. И вести его будет тоже Татьяна. Называться он будет «Библиографическая эвристика. Результативный поиск с помощью СБА». Ну что ж, а сейчас я призываю снова Татьяну в эфир и сам, как всегда, ухожу в чат. Отзываясь на призыв, выхожу в эфир. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Еще раз для тех, кто пришел с первой части. И добрый день тем, кто к нам присоединился. Продолжаем наш разговор. На предыдущей части мы с вами остановились на инструментах для управления информацией. После сбора информации вот этот хаос надо как-то привести в порядок. Но самый лучший способ действительно выращивать порядок из хаоса, а не создавать сначала кучу папочек, где будет жить только один файлик от века до века. Есть ли в этом большой смысл? Может быть, легче сделать один список? Но это уже немножко другая история. Как выращивать порядок из хаоса – это уже тема курса по тайм-менеджменту. Поэтому, кому интересно, приходите, поделимся опытом. В том числе и в электронных публикациях, в электронной почте и в закладках, которые мы делаем. Кстати, вот те же самые закладки электронные, которые мы, надеюсь, большинство из нас делает, когда попадается какая-то интересная информация в интернете, а сейчас некогда, посмотрю потом. И вот постепенно кучка наращивается, начинаем создавать какие-то разделы, систему папок. Фактически мы уже там начинаем заниматься управлением информацией. Но для управления, для сбора, каталогизации научных статей, для последующей подготовки списков, пристатейных списков, ссылок на цитаты, есть специальные ресурсы, которые нам позволяют это делать. Самые, наверное, популярные, чаще всего используемые и рекомендуемые – это Менделея из Атера. По поводу Менделея. Коллеги, кто пользуется этим сервисом? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Ага, Олег Александрович пользуется. Так, кто еще? Татьяна Арестовна пользуется. Минус, минус, минус. Ну, наверняка только тест-проба. Ну, наверняка те, кто минус или не успели поставить свой знак в чат, излишество – интересная вещь, да-да-да. Для чего он предназначен? Вот прежде чем бросаться его себе устанавливать, ну, наверняка слышали, да, часто используется, используйте Менделея, используйте Атера. Кстати, к генератору ссылок это тоже имеет прямое отношение, так как эти функции, они позволяют делать, да, использование этих инструментов, поэтому с них начнем. Ну, и плюс продолжение нашей предыдущей темы – как управлять, собирать, хранить информацию. Значит, Менделей – это, по-моему, в этом году у них юбилей, если не ошибаюсь, это 2008 год, когда он был создан. Это продукт компании «Эльси и Сильвер». На сегодняшний день больше 5,5 миллионов пользователей и около 400 миллионов уникальных статей, то есть ресурс достаточно богатый. Для индивидуальных пользователей он бесплатный. Есть приложение для Mac, есть онлайн-приложение для, ну, практически для всех современных браузеров, он подходит. Можно приложение скачать в App Store и для iPhone и iPad, и есть возможность смотреть его на Android. Что позволяет сделать Менделей? Во-первых, легко управлять хранением собственной электронной информации научной, то есть создать свою такую небольшую электронную научную библиотеку, которую легко бы было управлять. С его помощью можно собирать статьи. У них есть ресурс, который позволяет это сделать, да, то есть более 400 миллионов статей, к которым мы можем получить доступ. Читать и аннотировать статьи с домашнего компьютера или через мобильное приложение. Также есть возможность, по-моему, кто работает, скажите, пожалуйста, так, коллеги, что со звуком? Есть ли возможность для совместной работы Менделей нормальной? Ага, Наталья Николаевна, просто попробуйте со своей настройки. Ага, спасибо. Можно ли вести совместную работу над статьями в открытых и закрытых группах внутри этого ресурса Менделей? Я, честно говоря, не пробовала, но знаю, что такая возможность вроде бы была. Может быть, кто-то пробовал? Тогда, пожалуйста, дайте нам знать, подскажите, пожалуйста, коллегам, есть ли такая возможность. Значит, по ссылкам, ссылка на этот источник, сейчас я ее вам даю тоже, выше тоже давали, просто выше, выше, так, кто у нас давал? Сейчас посмотрю, Елена Анатольевна разместила ссылку на сайт менделей.ком, да, там можно зарегистрироваться, Сейчас регистрация там нужна. Так, у меня тут лишнее вкралось, ну ладно. Но ссылка, честно скажу, сегодня как-то с трудом открывался этот ресурс, поэтому у меня возникли небольшие сомнения по поводу, не случилось ли беды, катастроф, как с гугловскими сервисами, потому что там завязка есть на гугл, но вроде работает, вроде потом исправился. Да, да, сейчас начал работать, с утра было немножко, открылся очень коряво, честно говоря, поэтому это меня немножко так напрягло. Что еще можно делать с помощью менделея? Формировать ссылки, формировать пристатейные списки библиографии, есть большое количество, большой выбор встроенных стилей, есть возможность добавлять свой стиль оформления ссылок. Можно искать, это целая сеть менделея, это не просто генератор для ссылок, можно искать с его помощью научные статьи и ими пользоваться. Значит, краткое руководство по работе. Сейчас я вам ссылочку скину, это прям ссылка на сайт L-Service Science. Вот здесь они размещены, они точно открывались, по крайней мере, сегодня с утра работали. Приходится сейчас проверять все ссылки по новой. Значит, здесь по этой ссылке размещено краткое руководство по работе и инструкция, такая навигация по самому ресурсу. Слава богу, работает. Несмотря на все плюсы, у этого сервиса есть ряд минусов, у этого ресурса есть ряд минусов. Во-первых, он хорошо работает с иноязычными источниками, и в основном стиле оформления они заточены под вот те самые 8 международных стилей, которые мы с вами рассматривали как-то на отдельном вебинаре, и потом у нас еще была целая серия вебинаров по описаниям, где мы про них еще раз проходили на прошлом, по-моему, вебинаре, мы про них смотрели. Ну вот еще раз напоминаю, да, какие есть стили. Вот все они есть в Менделе. Их там можно найти, можно увидеть и использовать. Но еще один из минусов. С русскоязычными источниками этот номер не пройдет, придется вносить их вручную. Вот знание основ библиографических описаний и ссылок, оформление. Вот нам здесь как раз и пригодится. Все равно без него никуда от этого не денемся. Требует подключения к интернету. Это еще один минус. То есть оффлайнового режима там нет. Необходимости регистрации. Заводить нужно свой аккаунт в системе и работать. То есть не просто онлайн доступ. Если, да, есть еще ограничения. Во-первых, может притормаживать ворки. Если у вас в документе больше 100 ссылок, ссылок на 100 и больше источников, и вы вносите еще новые, то может тормозить. Возможности бесплатного аккаунта тоже не безграничны. То есть есть ограничения по объему хранения полнотекстовых версий документов на количество участников группы, количество рабочих групп для совместной работы. И поэтому есть, ну, есть одна маленькая фишка, которая иногда пользуется пользователем, чтобы свободно пользоваться бесплатным аккаунтом. PDF-файлы не привязывают ко всем статьям, с которыми работают. Большую часть стараются хранить отдельно, поэтому это помогает сохранить вот этот объем информации и больше возможностей открывает. Второй ресурс, который позволяет нам управлять информацией, это ресурс Zotera. Это конкурент Менделея. На Zotera кто-нибудь работает, пользуется? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Продолжение следует... Продолжение следует... Добрались технические перебои. Тоже выбросила вместе с некоторыми нашими участниками. Хорошо, что удалось быстро вернуться. Ага, так, не пробовали. Практически никто про него и не слышал. Если про Менделея еще для нас знакома, то про Zotera не слышали вообще. А, кто-то работает. Отлично. Конечно, да, Максана Адамовна. А как же? Без ссылочки никуда. Значит, опять же, сайт Орговский. Сколько он будет хорошо работать, неизвестно. Сегодня вот прям часть ресурсов просто оказались недоступными. Поэтому, ну, учитывая, что это может случиться с любым Орговским или Комовским сайтом, ну, имейте в виду, дублируйте на всякий случай тогда важную информацию. Мало ли что, но береженого Бог бережет. Олег Александрович, пробовали Zotera. Что можете сказать об этом ресурсе? Что не понравилось? Почему с него ушли? Чем не глянулся? Поделитесь нами, пожалуйста. Из плюсов проект Zotera – это проект, который использует открытый исходный код. Программа бесплатная. В этом есть определенный плюс. То есть можно ее установить и допиливать. Имея навыки программирования, либо имея хорошего программиста, мы всегда можем что-то поднастраивать для себя. Ага, вот. Уже что-то кому-то недоступно. В этом есть плюс, но есть и неприятные нюансы в этой программе. Она также предназначена для сбора, для управления библиографической информацией. Схожие функции с Менделеем. Однако бесплатное онлайн-хранилище всего лишь на 300 мегапайт. То есть не более 500 статей можно на нем хранить. Но здесь тоже есть обходной маневр. Локально можно библиотеку сделать сколь угодно большой, хоть александрийской. Но не синхронизировать все в онлайн. За это придется платить. Поэтому есть такой вот обход этого момента. В онлайн-хранилище на Zotera хранить библиографические описания. То есть использовать его как каталог. А полные тексты статей перенести на любое облако. Сейчас, наверное, с облаками тоже. В связи с Google придется выбирать. Тогда да, тогда вот этот нюанс с сильным ограничением по бесплатному онлайн-хранилищу можно будет обойти. Да, вот коллеги смотрят, у кого-то загрузилось, у кого-то нет. Просто когда открываете страницу и не грузится, попробуйте ее обновить. Попробуйте обновить страницу. Тогда вроде бы открывается. Олег Александрович показался не очень удобен. Да, ну у всех свои нюансы есть. Особенность, как говорят, инструмент надо подбирать под свою руку. То, что удобно нам. У Зотера есть два варианта. Он идет и как дополнение к Firefox, и как отдельная программа. Фактически и там, и там, и набор инструментов, функцион решений практически идентичен. И есть еще одна маленькая хитрость. Можно установить оба варианта параллельно. Есть такой, есть Зотера Firefox и есть Зотера Standalone. Вот если Standalone установить первым, то при установке Firefox там все настройки можно просто импортировать. И не настраивать его заново. Один из них, Firefox, он удобен в основном для поиска и экспорта статей. А вот второй Зотера Standalone для работы с литературой в полноэкранном режиме. Поэтому, видимо, из-за этого еще то, что обе, две программы, они заточены немножко под разные цели, может создавать неудобства, если мы стараемся одну использовать для всех целей. Поэтому, ну, вот здесь тоже плюсы и минусы. Надо закачивать две программы. Вообще очень не люблю что-то лишнее закачивать на свой компьютер. Не люблю, потому что на меня начинают ругаться программисты все с админой. Слишком много всего на компьютере держать не надо. Поэтому я всегда смотрю, стараюсь выбирать какие-то онлайн ресурсы, а свои разработки, каталоги, библиотеки держать либо на своем сайте, либо еще дублировать на локальную версию. Локальную версию хранить. Мало ли что, сайтам уже боюсь доверять. Но, тем не менее, можно установить, можно пользоваться. В Менделее, кстати, есть возможность установить надстройку для Ворда и генерировать вот эти списки и ссылки оформлять прямо из Ворда. Вот это, конечно, удобно. Потому что генератор ссылок, который есть в самом Ворде, он очень неудобный. Мы про это уже говорили и с этим сталкивались. Если выдает некорректные описания и некорректные ссылки. Что еще есть для хранения и управления информацией? Вот сейчас я вам покажу одну табличку, которую недавно раскопала на Википедии. Не знаю, как там будет с Википедии.org. Вроде бы сейчас открывается. Но ссылочку я вам скину. Можно будет посмотреть, для себя закачать. Табличка полезная. Так, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик, если открылся экран. Открылась наша табличка, если она видна. Ага, спасибо. Так, открылась. Ага, нету. Сейчас. Сейчас поднастроим. Спокойно. Не переживаем. Сейчас я сделаю вот так. Сейчас все заработает. Сейчас все будет. А вот так. Вот. Отлично. Спасибо. Вот с вашей помощью и настроили, да, пока с рабочего стола. Техника, такая вещь, спешить не нужно. Обязательно. Я уже поняла про ссылочки. Да, пропала, потому что я с нее ушла. Вот. Вот такая табличка. Это сравнительная таблица по различным ресурсам. Сейчас я ее покажу в русскоязычном переводе, немножко корявеньком, но чтобы нам с ним разобраться. И ссылочку дам на ее оригинал. Так, чат. Вот ссылочка на этот, на эту табличку. Что здесь есть? Это сравнение программного обеспечения для управления ссылками. Удобная вещь. Это не вся таблица. Сейчас я покажу, что здесь есть. Вы оцените ее преимущества. Все программные обеспечения по платности, бесплатности. Под какой лицензии, различные примечания, информация о разработчиках, о версиях. Все это здесь имеется. То есть, прежде чем что-то устанавливать себе на компьютер, особенно если на вас, как на меня, могут ругаться программисты и сисадмины. Вот, пожалуйста, информация здесь есть, которой можно оперировать и с ними советоваться для правильного выбора. Какими операционными системами поддерживается? Вот оно, кто под чем работает, чтобы, опять же, не закачать себе то, что потом будет у нас не работать. Экспорт, импорт файлов. Тоже информация здесь имеется. В каком формате, как, что. Что да, что нет. И то, что совсем уж близко к нам. Стили цитирования. Да, международные стили. Какие, какими программным обеспечением поддерживаются? APA. На армянскую действительно смотреть не надо. Это так Турабиан. Почему-то автоматически переводится. Так, сейчас, пожалуй, отсюда уйду, чтобы не смущало. Меня в первую очередь. Так, вот, APA, Chicago, Турабиан, Гарвард, MLA. Самые основные стили. Сразу можно увидеть, кто, что поддерживает, чем можно пользоваться, какой ресурс выбирать. Да, ну и какие-то дополнительные стили. Вот они здесь тоже присутствуют. Да, указаны. И следующий, это у нас список файлов форматов. Вот, ну и дальше пошли технические различные подключения к базам данным. Есть ли защита сетевой версии, пароль защиты. Вот вся информация здесь есть, полный набор. Поэтому по любому из этих направлений можно смотреть, выбирать и использовать эту информацию, прежде чем что-то себе скачать или каким-то ресурсом воспользоваться. Вещь полезная, поэтому вот ссылочка у вас есть. Можно использовать. Все эти, в основном все эти ресурсы, они направлены на оформление списков литературы для зарубежных журналов, для по международным стилям оформления. Есть еще ряд ресурсов, которые часто рекламируются, которые часто попадаются в интернете, когда мы начинаем искать генераторы. Но не все из них, к сожалению, работают. Так, коллеги, а у нас все нормально со звуком, с видео? Просто такая глобальная тишина в чате. Ага, спасибо. Спасибо. А тоже так никто ничего не пишет, не спрашивает, не говорит. Мне уже немножко как-то так страшно стало. Вдруг я тут зависла. Народ переживает. Без меня. Есть. Ага, понятно. Слушали, это Ольга Николаевна, это не кошка, это кот. Это кот. Большой любитель вебинаров вырвался на волю, к сожалению. Поэтому требует пустить его поучаствовать. Понятно, понятно, чего все замерли в ожидании. А я-то думаю, что произошло. Ой, понятно. Заслышь. Я поняла, Аксона Адамовна. Значит, на ресурсы. Какие еще часто ресурсы по оформлению ссылок для управления ссылками, особенно по иностранным изданиям, рекламируются и используются. Сейчас я вам несколько названий напишу, но ссылку покажу только на один. Вот это те ресурсы, которые во многих статьях в сети интернет, они упоминаются, про них говорится. Они используются как, представляются как генераторы ссылок. Вот эти три ресурсы, которые я вам показываю, сайты, к сожалению, не работают. То есть по ссылкам на бипми, на изи бипми, на бипми зайти невозможно. Вчера вечером уже с трудом два из них, по-моему, не открывались. Сегодня все три, к сожалению, уже по ссылкам не открываются. Но зато открывается вот этот ресурс, вот этот генератор ссылок. Этот еще работает, этот устойчиво держится. Сейчас попробую открыть рабочий стол и показать. Вот так вот он выглядит. Ну, реклама, конечно, тут, увы, но присутствует. Опять же, у меня браузер автоматически все начинает переводить с английского. Значит, здесь есть рекомендации. Здесь есть несколько вариантов, как можно использовать этот сервис. Есть платный, есть бесплатный аккаунт. Для бесплатного аккаунта работа с текстом будет недоступна. А также проверка на плагиат. Только работа с библиографическим оформлением, с генерацией ссылок. Но это создание ссылок из нескольких стилей. Вот, а то он какой-то коренький привод нам дает. Вот это тот ресурс, который, прямо показываю, вот сейчас он работает, им можно пользоваться. О, у Людмилы Валерьевны еще работает. У меня не работает, и еще у пары коллег сегодня утром спрашивала, тоже не работал. Видимо, это какие-то региональные проблемы. Ну, тогда попробуйте, коллеги, название я вам дала. Ссылки на всякий случай я на них вам скину. Посмотрите, если заработает, то ими можно будет пользоваться. Да, да, ага. О, отлично. Так, вот. Значит, это на биб. Две ссылки, по которым можно заходить на биб.ми. И, так, на сайт ThisForMe, вот эта ссылка, это еще один из генераторов. Вот, а у кого-то открывает, у кого-то нет. Поэтому, ладно, уже дам ссылки, у кого открывает, попробуйте посмотреть. Но раз начались проблемы, значит, они могут быть. Поэтому все добро вам кидаю, а там уж что заработает, то и тема можно пользоваться. Это бесплатные и RefMe, и Citation Machine, и BipMe, и SideThisForMe. Они бесплатные, они многофункциональные, как правило. Но на бесплатных есть частично условный бесплатный доступ. Это, например, тот же Citation Machine, который мы сейчас смотрели. У него часть функционала только на платном аккаунте. Поэтому там нужно будет смотреть. Основные стили, с которыми они работают, это APA, MLA, Гарвард, Чикаго. BipMe с Турабианом работает и Citation Machine. А вот сайт ThisForMe, он работает только APA, MLA и Гарвард, на этих трех стилях. И RefMe. Вот у RefMe есть поддержка iOS и Android, он работает под ними. И есть возможность сканировать штрих-коды журнальные, книжные с помощью мобильных устройств и генерировать ссылки автоматически из штрих-кода. Он уже совместим работает хорошо с Zotero и с Менделеем. Но вот проблемы сегодня начались с доступа. Поэтому у меня он не открывается. Зайти туда не могу, не могу ничего там посмотреть или сделать. Вот это вот все ресурсы, которые позволяют нам генерировать ссылки. Почему я начинаю именно с иностранных ресурсов, ориентированных на международный стиль оформления ссылок? Ну, потому что это самая, наверное, больная тема. И чаще всего у нас вопросы возникают именно по тому, как работать и как быстро составить ссылку на иностранный источник, на иностранном языке. Кстати, по поводу еще полезных ссылок. Вот эту ссылочку возьмите на вооружение. Здравствуйте, Юлия Викторовна. У нас никто не опаздывает, все всегда приходят вовремя. Вот эта ссылочка, которую я вам скинула, это стиль библиографического описания, который используется при оформлении публикаций в области права. Это такой стандарт Оксфордского университета. Поэтому, если вам или вашим коллегам, или вашим студентам, аспирантам, нужна будет публикация, особенно в зарубежных изданиях, специализирующихся на правовых вопросах, то там могут потребовать этот Оксфордский стиль. Он не настолько распространен, как остальные восемь. Но если вдруг столкнетесь, то вот по этой ссылочке можно им использоваться. Вот такой экзотический фрукт предлагаю к вашему столу. Есть руководство по ручному использованию, как вручную составлять стили описания в гарвардском стиле, EPA, Ванкувер и тот же Оксфордский, или как вы еще Осковы называете. Есть образцы этих описаний, как их делать, частичная автоматизация, такая генерация с инструкциями и с объяснением. Вот это есть на сайте, вот это мне понравилось, это ссылочка, я ее вам кидаю. Это сайт библиотеки Пурсманского университета. И мне понравилось, что они дают не просто генератор, куда загоняешь информацию, не понимая, по большому счету, как, тебе просто пальцем тыкают, чего, куда надо нажать, но без объяснений. Там есть, и это именно руководство, они сначала объясняют, как это нужно делать. То есть какие-то подсказки, советы, рекомендации, причем там очень удобная выборка идет. Можно по вопросам, по своему запросу находить нужное объяснение, как тот или иной элемент, или как то или иное описание на тот или иной тип источников правильно составить. Ну, опять же, недоставка это англоязычные сайты, а не русскоязычных версий, конечно, нет. Но, тем не менее, вот такой справочный, это не столько генератор, сколько справочный информационный ресурс. Вот это тот пример, который хотелось бы видеть, наверное, в наших отечественных генераторах. У нас тоже есть, да, вот эти все генераторы, они не подходят для работы с русскоязычной литературой, с русскоязычными источниками. Но самые большие вопросы у нас чаще всего возникают по тому, как правильно оформлять именно зарубежные здания. Ну, вот такой вот набор автоматизированных помощников, вот я их вам сюда накидала в чат, можно взять и, наверное, отдельный какой-то список, такой библиографический указатель по этим ресурсам, наверное, надо будет сделать. Вот, хороший еще вариант подсказывает у нас, сейчас скажу, Анастасия Владимировна, да, AdNote Online, да, это еще один из ресурсов, которым, которым очень хорошо пользоваться можно использовать, да, для организаций и сотрудников. Ну, опять же, смотрите, через подписку на Web of Science, я так понимаю, да, и видеосправочники, опять же, на YouTube, YouTube тоже в последнее время начинает не у всех корректно работать. Ну, что, штука хорошая, Анастасия Владимировна, только доступен ли он, например, физическим лицам, да, или сотрудникам организации, не имеющим подписку. По подписке, по подписке, да, отлично, хорошо, что работает, спасибо, что сказали. Ресурс, который я вам сегодня показываю, это, вот, Лариса Петровна, вот я спрашиваю про подписку. Если подписка есть, то шикарно мы этим можем пользоваться, конечно. Я вам показываю те ресурсы, которыми мы можем пользоваться онлайн без подписки, как физические лица. Да, и причем еще желательно бесплатно, потому что все ресурсы оплатить тоже у нас нет возможностей. Но если у вас есть подписка на Скулпус, то, конечно, это самый, вот тот вариант, который Анастасия Владимировна предлагает, это самый лучший, наверное, вариант. Да, 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 по подписке, и там еще есть и ограничение, по-моему, на количество доступов, потому что, когда нам в Бузе открывали подписку на Скулпус, прямо указали точно, заходите именно, заходите только с того компьютера, с которого вы будете работать. Я понимаю, так что там ограничения по доступу все-таки какие-то есть, ну, может быть, это только в нашем Бузе, но... Но это есть, поэтому преподаватели долго думали, с какого же компьютера они будут работать со Скулпусом, либо с домашнего, либо все-таки выбрать вузовский. Да, поэтому вещь хорошая, но, опять же, везде есть свои плюсы, есть свои минусы, есть свои ограничения. Что касается русскоязычных генераторов ссылок, вот здесь с этим просто беда. Самые... Можно заходить. Ага, спасибо. Спасибо, Наталья Анатольевна. Вот, пошли подсказки, пошла помощь, как можно зайти и с помощью чего. Ага, отлично, спасибо, коллеги. С русскоязычными генераторами это вообще беда. То есть вот зло или благо. С одной стороны, я не знаю, как вам, тоже хотелось бы услышать ваше мнение, что вы считаете, нужны ли такие генераторы, автоматизирующие процесс создания ссылок, библиографических описаний для списков источников для оформления сносок. С одной стороны, да, это экономит время, это экономит силы, это экономит затраты, нужны. Но второй вопрос, насколько они корректны, насколько они отвечают вот тем требованиям к оформлению, насколько они правильны, насколько они соответствуют, если говорить о русскоязычных генераторах ГОСТа. Вот если с иностранными там все более-менее корректно, и зачастую вот такие генераторы создаются библиотеками, либо библиографирующими организациями, да, то есть это серьезный вопрос, серьезное дело, все поставлено достаточно серьезно, и финансирование, я так чувствую, тоже наверняка не за свой счет делается. То в нашей среде я не знаю, есть ли у нас такие генераторы, которые полностью бы отвечали, результаты их использования полностью бы отвечали требованиям либо ГОСТ 2003, либо 2008, либо требованиям к оформлению ссылок, либо требованиям к оформлению списков источников. В основном то, что попадается в интернете, в основном то, что есть в сети, это какие-то разработки отдельных энтузиастов, или вообще иногда студенческие работы попадались, которые не отличаются большой корректностью по оформлению. Кстати, по поводу вот сноска инфо, вот я вам сейчас ее попробую, а, и сноску я вам сейчас тоже покажу, кстати, по ссылке на эти ресурсы я вам дам, но качество их попробуйте потом посмотреть и оценить сами. И вот здесь, мне кажется, может скрываться и зло. Когда генератор, вот чем мне нравятся зарубежные генераторы, они представляют собой справочный информационный ресурс. Они не просто делают за тебя, но они тебе еще попутно подсказывают, помогают, и сначала ты изучи, как это сделать, научи, они обучают. То есть это обучающий ресурс для самообразования, которым можно пользоваться, не только для того, чтобы тяп-ляпы в продакшен. А вот, к сожалению, наши ресурсы, я не видела вот таких справочно-информационных ресурсов. Если увидите, пожалуйста, поделите, скиньте ссылку, я просто жду не дождусь, когда такой ресурс появится. Если не появится, придется делать свой. По поводу наших русскоязычных ресурсов, вот я их вам сейчас покажу. И давайте посмотрим, чем они хороши, чем они плохи. Самые популярные, которые чаще всего рекламируются. Вот, кстати, попалась мне... Вот на это я ссылку давать прям не буду. Некорректная вещь. Предлагается генерация списка литературы по темам. Я понимаю, что происходит. Когда студенты... Вот откуда, скорее всего, берутся... Ну, один из тех ресурсов, откуда могут браться списки литературы, которые студенты не составляли сами. Набираешь тему в поисковике, да, и он выдает тебе список литературы по этой теме. Ты ее скопировала, и написано, что это все соответствует требованиям к оформлению ВКР и курсовых работ. Коллеги, вот результат. Так, что он мне выдал по запросу тайм-менеджмент. Так, сейчас я покрупнее его сделаю. Во-первых, количество. Пять книг. Уже одно это наводит на размышления. Ну, не пять книг у нас по теме тайм-менеджмента издано за весь этот период. Во-вторых, сами описания. Вот скажите мне, коллеги, разве это соответствует требованиям к оформлению списка источников для ВКР? Вот мне кажется, что совершенно-совершенно нет. Вот, Виталий Анатольевич, совершенно верно. Для студенческих недобросовестных работ. Если такой список принести научному руководителю, не говорю уже выйти на защиту, это сразу-сразу-сразу убирать и переделывать все заново. Второй ресурс показываю. Вот это самая сноска инфо, которая очень часто и в первых, первое же выскакивает, когда набираете в поисковике генератор ссылок. Опять же, правильно, ГОСТ 2008. Да. Здесь нужно заполнять поля. Здесь нужно отвечать на вопросы, и после этого он выдает нам результат. Вот я для ускорения работы эти поля заполнила. Какие-то данные я туда ввела. Вот он мне выдал результат. 2008 может быть, да, в список источников, которые нам требуются для курсовых и дипломных работ оформлять по 2000 в соответствии с требованиями, а они, в свою очередь, базируются на 2003 ГОСТе, подойдет? Это не 2008. Да, части информации нет. Хотя, хотя вещь удобная, поэтому для каких-то целей можно, можно, можно использовать. Да, недочеты есть. Вот Ольга Евгеньевна, запятая, да, после автора перед инициалами не ставится по 2008, а по... Нет, здесь у нас все правильно, да, после фамилии не ставится, а в 2003 нам авторов, вот этих трех, из трех авторов одного бы пришлось оставить здесь, а двоих убирать за косую черту, здесь этого нет, то есть для списка источников он не подойдет, для оформления списка источников для ВКР или курсовой он не подходит, только для ссылок, а в список нам этот источник все равно нужно будет вставлять. Еще один ресурс, сейчас я его открою, по оформлению списка литературы в соответствии с ГОСТом, с каким ГОСТом неизвестно. Что мне понравилось здесь, удобная, удобная выборка, да, но опять же ограниченное количество, только нормативно-технические документы, только книга и электронные ресурсы, но опять же удаленного доступа очень мало. Возьмем самое простое, книга. Образцы, описание, да, здесь приводится. Вот уже какой-то намек на какие-то подсказки хотя бы появляется, да. Ну, наберем, как они просят. Автор, этого у нас нет. Издательство, пусть будет дрофа. Город издания, Москва. Год издания, 2015. Количество страниц, поставим 100. Что он нам выдаст? Вот что он нам выдал. Во-первых, пробел после косой черты у нас, пробела нет, да, здесь, хотя он должен быть. Двоеточие не отделено пробелом после города. Здесь мы не набрали, набирая букву «М», не поставили точку, значит, соответственно, он нам набрал с нашей же ошибкой. То есть после этого все равно правильность оформления нужно будет проверять. Вот забыли мы точку, он нам это и выдал. Значит, вот требование ГОСТов. Помните, набирайте города лучше полностью, чтобы вот таких ошибок не было. Минимальное количество ошибок, они и есть, но минимальные, и, в принципе, для быстроты с тем, чтобы потом отформатировать и доправить, можно его использовать. Ссылку в студию Виталия Анатольевича. Но, опять же, пользуясь этим генератором, всегда имейте в виду. Потом придется форматировать, придется проверять правильность написания. Ой, батюшки, что же это? Так, Татьяна Николаевна пробовала. И для списка, Лариса Петровна, для списка город полностью... Да, поэтому лучше писать полностью, но мы же еще иногда и сокращаем. Еще один источник, который я вам покажу, еще один генератор. Вот это не рекомендую. Если хотите, могу, конечно, ссылку дать. Либо сами потом можете посмотреть, но не рекомендую, потому что он выдает... Здесь образец править придется очень сильно. То есть знать структуру библиографического описания и ссылок нужно будет без этого никуда. Никакого обучающего, подсказывающего справочно-информационного аппарата здесь не предусмотрено. Вот это вот беда наших, к сожалению, генераторов. Вот, смотрите, я вожу сюда данные. Вот он выдает мне результат. Если, ну, во-первых, пробелы между инициалами не проставлены здесь. И смотрите, в чем недостаток. Я страницы не ввела. Он оставляет вот это вот количество страниц. Ну, с одной стороны, это недостаток, с другой стороны, это, может быть, нам подсказка, что мы что-то забыли сделать. А есть ли у нас издание без года? А есть ли, помните, мы говорили, без места издания, без года, в квадратных скобках мы дописываем. Без места издания, без издательства, без года. Смотрите, что он делает. Он знаки-то оставил, просто вот эти, они не убрались. У нас, во-первых, уже получилась путаница в знаках. Во-вторых, вот эти вот указания B, I, B, M, год мы все-таки должны находить. Нам их вставлять некуда. Нам их придется вставлять вручную. Но для этого надо знать, что их нужно дописать. Здесь этого нет. То есть уже у нас может идти несоответствие нашему источнику. Ну и плюс, если какая-то область пропускается, то вот элементы пропущены, а знаки у нас остались. То есть они не убираются. То есть здесь вот не доведено, не допилено до конца. Куда записывать? Вот этого у нас здесь не хватает. Еще один ресурс. Еще один ресурс, генератор, который хочу вам показать. Бибграф, напоследок, напоследок самое вкусное. Вот этот генератор по ссылкам. Для коллег, которые нетерпением будут просить ссылку в студии, кидая ее сразу. Ну вот, посмотрите. После ввода данных, в принципе, он достаточно полно выдает нам результат. Во-первых, можно отредактировать и добавить в список. Во-вторых, можно выбрать что-то свое. И вот поля, которые нужны для оформления статьи, оформления ссылки на статью из журнала. Если больше четырех авторов или больше трех, вот ставим значок, он сам у этой ИДРе будет у нас дописывать. Добавляем в список. А, мы ничего не добавили, поэтому нам ничего не поставили. Но это тоже вот такая хорошая напоминалка. Не забудь добавить. Давайте попробуем все-таки добавить сюда. Название журнал какой-нибудь соцсес. Год двухтысячный, номер пять, и страницы 102. Да, ну вот он нам уже выдал вполне приличное, вполне приличное описание для списка литературы. Хотя, да, вот потом его можно скопировать и забирать к себе, и там уже дорабатывать. Здесь доработки, конечно, могут понадобиться, но в гораздо меньших объемах. Единственное, что вот номер, какие-то такие знаки, которые мы там можем забыть, хорошо бы, чтобы они были уже автоматически подставлялись, как можно больше автоматизировать. Но это уже мелкие придирки. В принципе, вот этот вот ресурс, он работает более-менее корректно из всех рассмотренных ранее, не менее удобен. Хотя здесь могут быть ограничения по источникам. Только книга, статья и журнала, сайт нет нормативных документов, нет различных законодательных актов. И вот здесь, конечно, это недостаток, но самый простой, самый основной массив быстро набрать и записать можно с его помощью. Хотя здесь более краткие описания приводятся, он не дает расширенных описаний. То есть если у нас сборник статей или сборник материалов Конгресса, то, скорее всего, этим генератором мы воспользоваться не сможем. Здесь тоже не хватает этого инструмента. сноска, да, но там достаточно много чего приходится потом форматировать. И смотрите, коллеги, каким бы генератором мы не пользовались, все равно мы приходим к тому, что в конце приходится, ориентируясь на свои требования, на требования методичек, требования вузов, доводить до ума то, что мы нагенерировали с помощью списка. Потому что выборки, фильтров все равно не хватает, чтобы сделать выборку. Например, вот здесь у нас не было по типу носителя. То, что пишется в квадратных скобочках, электронный ресурс, тексты, изо, ноты. То есть нам это придется ручками потом добирать. Хорошо бы, чтобы был вот такой фильтр. Выбираешь там, требуется вам указание, материал. Набираем «Да», выпадает список, из списка выбрали, и он автоматически нам это все сгенерирует. Нет, нам приходится все-таки ручками это доделывать. Конечно, это не очень удобно, но, с другой стороны, требует знания основ библиографии, библиографических описаний и ссылок. Ну, вот, может быть, в этом есть плюс и преимущества этих генераторов. Все равно потом под требования доделывать придется, либо нужен генератор, который будет учитывать эти моменты. Сноска инфо. Так, самая обширная. Ну, вот, коллеги, сегодня то, что я вам хотела показать. Генераторы, конечно, штука хорошая. С одной стороны, это то, что упрощает нашу работу, позволяет экономить силы, ускоряет ее, особенно, когда надо, как позавчера. С другой стороны, не забывайте о том... Ой, Галина Алексеевна, надо же... Прям порадовали, сделали открытие за сегодня. Надо же, неожиданно сделали открытие. В смысле, я радуюсь за себя, что мне удалось для вас открыть что-то новое. Но после каждого вот такого использования генератора все равно приходится его дорабатывать. И у меня будет к вам большая просьба, коллеги, пожалуйста, посмотрите, пощупайте, посмотрите, попробуйте эти генераторы. Да, где-то у нас проскочило в чате, что мы сами ручками по ГОСТу. Это идеальнейший вариант. Но этот процесс тоже можно немножко автоматизировать для преподавателей и студентов, для небиблиографов. Мы-то можем воспользоваться и специализированной программой. Что делать несчастному студенту, у которого горит курсовой. То у меня к вам большая просьба посмотреть, попробовать эти генераторы и напишите, пожалуйста, мне, что вас в них устраивает, что не устраивает, что понравилось, что хотелось бы. Открою маленький секрет. Я сейчас пробую делать, свой генератор, который позволял бы исключить минусы уже существующих и обеспечить полноту по генерированию описаний. Пока что по описаниям. Досылок еще нет, а вот описание, да, библиографические описания. Поэтому для того, чтобы не сделать лишние работы и в то же время дать пользователям то, что им нужно, мне хотелось бы получать некую обратную связь. Поэтому для того, чтобы что-то сделать, посмотрите, пожалуйста, то, что есть и что вас в этом не устраивает. вот это было бы для меня очень важно, потому что, да, вот Наталья Николаевна, именно потестировать, когда первую модель закончила, она сейчас пока в тестовом не хочу показывать, там слетели настройки по стилям, поэтому немножко корявенько выглядит, но уже работает. вот первая по книгам одного, двух, трех, четырех авторов. И мне хотелось бы, чтобы потом, может быть, кто-то согласится потестировать и сказать свою обратную связь. Продолжать, не продолжать, нужно, не нужно. Вот. И я хочу из него сделать просто такое информационно-справочное именно пособие, вот то, что мне понравилось в западных вариантах, там, где не просто подставляешь данные и получаешь какой-то результат, который потом нужно доделывать, но и параллельно, если у тебя возникают вопросы, можно было бы прочитать информацию, получить на них ответы. Естественно, ответ специалиста и обращение к специалисту, это не отменяет ни в коем случае. Обращение к библиографу за помощью, это в первую очередь. Но в ситуациях, когда это нужно делать в три часа ночи и делать быстро, не хотелось бы будить библиографа посреди ночи, ну, такие вот ресурсы, это как, скажем, скорая помощь, крайний случай. Я их рассматриваю так. Да, и коллеги, сейчас нас особо выгонять будут, но пока не поторапливают, я думаю, что минуты три, наверное, будет, пока мы будем прощаться. Если есть какие-то идеи, с чем возникают проблемы, с какими описаниями, вот Ирина Васильевна написала уже свои пожелания, можно тоже в чат покидать. Я это тоже приму к сведению, чтобы постараться эти вопросы тоже рассмотреть в первую очередь. Итак, коллеги, ох, мы сегодня практически ровно уложились в час. у нас осталась одна небольшая задача, это пожелать друг другу хорошего настроения, времени и сил закончить сегодняшний день. Мне еще выстоять пары на бакалавриате и вернуться живой за полночь, чтобы продолжить работу и готовиться к следующим вебинарам. И всем хочу пожелать хорошей погоды. Вот пока у нас шел вебинар, закончился дождь и даже выглянуло солнышко. Большое спасибо всем, кто сегодня принимал участие, всем, кто пришел на этот вебинар, всем, кто перебежал с первой части, успел. Очень рада была видеть знакомые фамилии в чате. Большое спасибо вам и за обратную связь, и за ваши вопросы, и за комментарии, и за замечания. На самом деле для меня это очень важно, чтобы это было полезно вам. Поэтому всем хорошего дня, настроения и, наверное, передам для заключительного слова эстафету Павлу Юрьевичу. и пока... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...